МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ложиться в гроб – дурная актёрская примета. Но Рыбников считал эту сцену забавной. Стойте! У-у-у! Дальше я никуда не пойду. И в семье ещё тогда смеялись, что настолько уже всё отрепетировано, что не надо больше и фотографировать будет, всё уже как бы есть. Так и случилось. В истории остались только похороны в кино. Когда в 90-м Рыбников умер, прощаться с ним пришло всего 12 человек. И это не снимали. Его жена, знаменитая актриса Алла Ларионова, пережила его на 10 лет. И прощание с ней тоже было очень скромным. Москва, 28 апреля 2000 года. В Дом кино пришли простые поклонники Аллы Ларионовой и её звёздные коллеги. Клара Лучко, Людмила Зайцева, Евгений Шариков. Подъехала проститься Наина Ельцина. Она тоже вместе с нами, не выделяясь, прошла, прошла, скромно постояла. Гроб у актрисы был её любимого белого цвета. Было море цветов. И в последний день на земле она была прекрасна. Она очень красиво лежала в гробу, очень красивая. Но все удивлялись помещению, в котором проходило прощание с настоящей звездой советского кино. Я думала, что это будет зал, что Алла будет на сцене. И всё, как это положено, такой красивой артистке, народной, любимице. И вдруг мы обнаруживаем, что это какой-то так коридорчик, какой-то фойе такое незначительное. Всё как-то так. Понимаете, не по рангу. Они познакомились на приёмных экзаменах во ВГИК. Колю Рыбникова Сергей Герасимов принял на курс сразу. Есть и темперамент, и обаяние. А вот Алла Ларионова, которая уже вовсю снималась в киномассовке, впечатления на комиссию произвести не сумела. Герасимову нравились такие женщины, как молодая Нонна Мардюкова. Он даже, несмотря на огромную разницу в возрасте, делал ей предложения, но получил отлуп от матери актрисы. А Ларионова показалась ему невзрачной и лишённой энергии, нужной для киноэкрана. Он посчитал её ужасно некрасивой, нефотогеничной. И вообще, как он сказал, это вообще не её дело, зачем она пришла поступать. Она не артист. Ларионова рыдала в коридоре, и её увидел Рыбников. Он схватил её за руку, ворвался в аудиторию и попросил мастера взять Ларионову вместо него. Потому что она гораздо лучше. Но спасла абитуриентку жена Герасимова Тамара Макарова, а не он. Он сказал, какие у неё волосы пепельные, какие глазки глупые, такая девочка хорошая. Давай попробуем. Рыбников понял, ему нужна только Ларионова. Но Алла уже была увлечена его соседом по комнате Вадимом Захарченко. И он ходил за ней как телёнок. Не то, что она в нём нашла. Да она нашла в нём то, что он её обожал. Безответная любовь превратилась у Рыбникова в настоящую манию, настоящее психическое расстройство. Однажды он решил покончить с собой, потому что Ларионова была холодна и надежды на взаимность не было. И Герасимов ему сказал, во-первых, Алла вряд ли этого стоит, а во-вторых, любишь, что-нибудь делай. Ты чё, парень? Ты чё вообще? Ты знаешь, что если ты мужик, то ты покажи, что ты можешь добиться женщины. Первый фильм, в котором я принимал участие, был фильм «Былина Садко». Ларионова сыграла в Садко главную роль и словно попала в сказку. Как же звать тебя? Любава. Картину и Ларионову отправили на фестиваль в Венецию. У студентки был культурный шок. Этот пейзаж, гондольеры. Ну, это всё нереально. Советский фильм получил вторую премию. Первую в тот год никому не дали. Это был фурор. Сам Чарли Чаплин захотел снимать Ларионову и пригласил её в Голливуд. Но ему ответили, Алла плотно занята в советском кино. Никак не сможет. Какая обида была на то, что её вот так отрезали. Ну, тогда в те времена было всё непросто. Какой там мог быть Голливуд для советской актрисы? Москва. 25 апреля 2000 года. Утром к Алле Ларионовой приехали гражданский муж младшей дочери, её старшая дочь Алёна и её подруга Светлана. Долго звонили в дверь. Актриса не открывала. Решено было взломать замок. Вошли и увидели, она лежала на правом боку. Говорит, так ладонь держала под щёчкой. И спокойно, совершенно, как бы спала. Ларионова накануне затеяла генеральную уборку. Собиралась на следующий день повесить выстиранные шторы. Вечером заснула и не проснулась. Когда я увидела эти шторы, красивые, наглаженные, висящие на спинке кресла, у меня вот реакция такая была. Просто я вот разрыдалась, стояла, смотрела на эти шторы, которые Алла так и не успела повесить. Они пережили с мужем Николаем Рыбниковым очень много плохого. Иларионова говорила, может, за страдания при жизни Бог наградит меня, как и Колю, лёгкой смертью. Каждый мечтает, наверное, уснуть и не проснуться. И уйти, так сказать, во сне. Это последняя роль Николая Рыбникова, трактирщик в фильме Дмитрия Астрахана. Слушай, зачем ты приехал? Мне бы водочкой. Мы снимали в деревне Букатенко. Это Винницкая область. А так как в течение первой недели пребывания той съёмочной группы стоимость самогона выросла в пять раз во всём округе километров за десять, то артисты любовно прозвали деревню Букатенко. Съёмки давались Рыбникову с большим трудом. У него была страшная одышка и болело сердце. Отходил с аромат, начал приходить к себе, говорю, господи, тяжело как. Сердечко стучит. И однажды Рыбников не вышел на съёмочную площадку. Долго стучали в дверь его номера в гостинице. Потом зашли и увидели, что с таким лицом сниматься невозможно. Буквально выломили дверь в гостиничный номер и обнаружили спящего Рыбникова с огромным фингалом под глазом. То ли актёр с пьяну где-то споткнулся, упал и ударился головой, то ли с кем-то подрался. Решили, что пусть снимается с фингалом. Что это с тобой опять подрался? Я узнал, что он ушёл из жизни через буквально 7 или 8 или 10 дней после возвращения. Москва. 2 декабря 1990 года. Как достать продукты и выпивку для поминок на 40-й день после смерти Рыбникова, Алла Ларионова не знала. Магазинные полки в то время были пустые, а водку давали по талонам. И когда продавцы узнали о том, для кого предназначена эта водка, то им дали три ящика вместо одного. И всё время звонил телефон. Разные люди хотели поздравить Рыбникова с 60-летним юбилеем. О смерти его знали немногие. Алла была в шоке. Она уже его похоронила. А ей всё звонили, поздравляли Колю с праздниками. Они прожили вместе 33 года. И всю жизнь Николай Рыбников сохранял жене верность и считал, что лучше Ларионовой никого быть не может. Но добиваться её пришлось 8 лет. Ларионова отмахивалась от него, как от противной назойливой мухи. Ей нравились всегда другие мужчины. Спасибо. Вы не забыли мою любовь, Светлана. Она не обращала внимания на молодых ребят. Ей как-то больше нравились такие уже мужчины солидные, состоявшиеся в жизни. Проще говоря, Ларионова искала мужчин с деньгами и статусом. Она хотела, чтобы и в жизни всё было как в кино. И как в Венеции, которая просто свалила её с ног. А что там в поле, господи? Какой ты студентика, без денег, без прописки, без квартиры. Рыбников родился в Воронежской области, маленьком городке Борисоглебск. Отец у него погиб на фронте, мать умерла. И с 11 лет он жил у тётки в Сталинграде. Алла Ларионова выросла в центре столицы и благодаря отцу жила в полном достатке. Он возглавлял Баумовский рай пищи торг. Поэтому Алла, как говорят, я во время войны не испытывала. И родители ей говорили, у тебя должен быть, извините, принц Даски или там кто-то такой. И после триумфа в Садко она влюбилась в актёра Ивана Переверзева, высокого, красивого и очень успешного. А он был такой, как сейчас народе говорят, ходок. Очень был он большой любитель женского пола, большой любитель красивых лиц, красивых женщин. За плечами Переверзева уже был сломанный брак. Из-за многочисленных измен его бросила первая жена, которая не побоялась остаться одна с маленьким сыном. Но для Ларионовой он был образцом чести и мужества. Как всякая влюблённая женщина, она считала, что с ней он подло никогда не поступит. Они стали жить вместе, и Ларионова ждала предложения. Она была влюблена в него, как кошка, и была беременна от него, и ждала ребёнка. Про сокурсника Колю Рыбникова Ларионова и не вспоминала, хотя к нему пришла слава. Все женщины были без ума от Саши Савченко. Это одна из первых моих серьёзных работ. Первых. Она, наверное, как-то запала в душу, в сердце. Может быть, потому, что этот человек, которого я играл, просто близок к ним. В этом фильме как будто была его история. Безответная любовь к недоступной женщине, долгий путь к её сердцу. Первый поцелуй. Во время съёмок фильма «Чужая родня» в него влюбилась Нонна Мордюкова. Нет, ты полюбуйся. Да запомни, какая у тебя жена, чтобы потом с товарищами да с Варварой посмеяться. Дурочка, мол, запала. Мордюкова была очень страстной особой, но Рыбников остался к ней равнодушным. Думаю, что Макарова, наверное, она была в него влюблена. Так что он такой, он был очень, мужчина такой, притягательный. А ну наклонись, принцесса. Что? Наклонись, говорю. Но Рыбников не дрогнул и на этот раз. Он любил только Аллу Лорионову. Отовсюду слал ей телеграммы с одним и тем же текстом. Люблю, целую, пью за твоё здоровье. И верил, они обязательно станут парой. Он в Киеве, когда они были там в какой-то поездке, он прыгал с огромного обрыва, чтобы Алла увидела его подвиг. Она отвернулась в самый ответственный момент. В 1956-м Лорионова и Переверзев вместе снимались в Минске в фильме «Полесская легенда». На воле ночевать буду. Отчего же? Не любую бабу его духу в избе. И Переверзев сказал, что ему нужно ненадолго съездить по делам в Москву. Проводив любимого, Лорионова решила повесить в шкаф его пиджак и увидела в кармане паспорт. Решила в него заглянуть и застыла на месте. В нём стоял свежий штамп о браке. Оказалось, что Переверзев совсем недавно женился на другой актрисе, Кире Канаевой. Лорионова уже забеременела и уже знала точно, что она будет рожать ребёнка. Лорионова была раздавлена, просто уничтожена предательством любимого человека. Переверзев объявил ей, что ни она, ни их ребёнок ему не нужны. И что его официальная жена тоже ждёт ребёнка, и она ему дороже. То есть в один год он дважды стал папой от двух разных женщин. Москва, 28 апреля 2000 года. Утром актрису Аллу Лорионову отпели в храме воскресения Славущего на Успенском в Рашке, любимом среди людей творческих профессий. А потом её перевезли для гражданской панихиды в Дом кино. Страшно произносить слова «была». Нет, она не была. Она всегда будет. Последние годы она жила в нищете и бесконечном стрессе. В Америке была бы Монро. Она была символом Америки. Неужели Алла была бы символом нашей страны? Такая красивая, талантливая, вечно весёлая, добрая. В 1956 году актриса пережила страшное потрясение. Она любила и ждала ребёнка от актёра Ивана Переверзева. А он предал её. Втайне женился на другой. Она хотела покончить с собой. Пиношный мир жестокий. Уже полоскали её. Все знали, что она беременна от Переверзева. Все знали, все. Ха-ха-ха-ха. Коля сорвал съёмки. Он исчез на три дня со съёмочной площадки. Был чуть ли не всесоюзный розыск объявлен. Поняли, что он там, где Алла. Он приехал к любимой 2 января и добился того, чтобы ради них в выходной день открыли ЗАГС. И они с Аллой расписались. В Москву они вернулись с супругами. Рыбников спас Лорионову от бесчестья. Унизительной роли матери-одиночки, которую бросили, как надоевшую игрушку. Она была ему благодарна. Но любви, конечно, не было. А вот он обезумел от счастья. Она мне говорит, ты знаешь, иногда, говорит, вот так вот утром просыпаюсь, а у меня цветы на подушке. Это значит, Коля проснулся, Коля уже сбегал, купил или где-то срезал. Вскоре родилась Алена, которую Рыбников любил, как будто это его ребенок. Он разыскал Переверзева и расставил точки над «и». Рыбникову было важно, чтобы девочка ничего про настоящего отца не знала. Коля сказал, Иван, запомни, это моя дочка. И записал ее на себя. А Алла Ларионова после рождения дочки получила главную роль в своей жизни. 300 рублей раз! 400! 400 рублей раз! 400 рублей раз! 500! Я вспоминаю премьеру Анны Нашей в домикино. Мы, значит, сидели в зале, говорили, что картина скандальная, что таких еще картин не было. И весь зал был наэлектризован. Это первый раз была героиня сексуальная, доступная, очаровательная. В Госкино испугались. Сексуальная энергия Ларионовой била фонтаном. И прежде чем выпустить картину на широкий экран, устроили ее общественное обсуждение в небольшом кинозале. Говорили, что это просто порнографический фильм Анны Нашейну. Смешно. И, значит, а вторая половина, которую люди пришли просто, так сказать, посмотреть и от души что-то сказать. И, да, действительно, сражение было очень страшное. Анна Нашей имела успех. Но поползли ужасные слухи. И Ларионова попала в эпицентр грязного скандала. Якобы она была любовницей страшного развратника министра культуры Георгия Александрова. То, что он как бы вел какой-то аморальный образ жизни, это было, наверное, уже 100%. Министр культуры Георгий Александров был одним из самых активных поклонников красоты молодых актрис. В 55-м в ЦК КПСС написала мать одной из девушек, которая уверяла, что ее дочь работает в огромном борделе на улице Воровского и организовал его Александров из студенток театральных вузов, балерин и даже старшеклассниц. А сопровождала его на оргии Алла Ларионова, которая была его любовницей. Была же фотография, где она в этом... Ванна была наполнена шампанским, и она там голая, в этом шампанском лежит. Все, кто помнят блистательную Аллу Ларионову, ее страсть к вниманию влиятельных мужчин охотно в эту легенду верят. Было ли ванна с шампанским? Было, наверное. Я знал многих актрис, которых купали у ванны шампанское. Александров увидел ее близко во время кинопроб на роль Оливии в фильме «12 ночи». Хороша ли работа? Это уже было поводом для того, чтобы сказать, он приехал из-за меня, он приехал ко мне, потому что я его любовница. И вот это клеймо к ней приклеилось, там чуть ли не распутной женщиной. Это был какой-то период для нее достаточно тяжелый. Александрова и близких ему высокопоставленных коллег сняли с высоких должностей. А Ларионова все никак не могла восстановить свое доброе имя. Она в слезах, она в отчаянии была вообще. Это тогда страшно было. Это вообще вне игры. Все кончено. И Ларионова написала письмо новому министру культуры Николаю Михайлову. «Уважаемый товарищ министр, обращаюсь к вам как советская актриса и как комсомолка. В последний год вокруг моего имени происходит что-то необъяснимое. Я не могу больше так жить. Только вы можете мне помочь. Разберитесь. Если я виновата, накажите. Если нет, освободите меня от того непонятного времени, в котором я нахожусь». Ответа не было. Ларионова не раз звонила в приемную Михайлова. С ней говорили грубо, а она все настаивала на аудиенции. И вдруг тот же мужской голос, который издевался в течение месяца. «Ой, это вы, Алла Дмитриевна, дорогая. Мы так рады, что вы позвонили. У меня сейчас мурашки потело, видишь? Мы так рады, что вы позвонили. Имейте в виду, мы ваши союзники. Министр во всем разобрался. Вы здесь ни при чем. Это злые сплетни, это несправедливо». Москва, 25 октября 1990 года. Проститься с Николаем Рыбниковым пришло совсем мало друзей. И ни одного известного коллеги. Прощания и поминки были очень скромными. И самое страшное, что нигде ничего не освещалось. Никто ничего не знал. Хотя Рыбников был абсолютной звездой. Девушка без адреса. «Скажите, пожалуйста, вы везде наводите порядки или вот здесь только на транспорте?» Фильм «Высота». Это редкий случай какой-то такой поразительной органики, поразительного дарования. Он не хотел расставаться с любимой женой Аллой Ларионовой даже на несколько часов. И обожал сниматься вместе. «Смотрел на нее с восторгом, восхищением. Он называл ее «яблонька моя душистая». Как это Галя подходила? «Яблонька моя душистая». Ларионовой и Рыбников были по советским меркам богаты. Купили две кооперативные квартиры и объединили в одну пятикомнатные хоромы. Когда я пришел к ним посмотреть, что за квартира, я был в шоке. Купав в то время. Голубая ванна, голубой туалет, кухня отдельная. Это было что-то. Ларионовой близко дружила с женой Георгия Юматова, Музой Крепкогорской. У Музы не было таких, как у нее блестящих внешних данных. Но она тоже считала, что достойна красивой жизни. Они вместе охотились за дефицитом, нарядами, духами и мебелью. И тратили на это огромные деньги. Бегали по всем комиссионкам, скупали вообще приличную мебель. Причем они ее меняли достаточно. Там раз в полгода должны были обязательно поменять. Готовы? Готовы! В 64-м на экраны вышел фильм «Хоккеисты». И все ахнули, что случилось с Рыбниковым. Располнял, обаяние испарилось. Меня поддерживает команда. Меня поддерживает народ. Болельщики. И звать его в кино перестали. Произошла смена героя. И поменялся типаж героя. Встала и карьера Аллы. После триумфа Анны на шее ее больше никуда не звали. Нас как-то... Ну так... Используют, человек потом как бы выбрасывают все и забывают. Ларионова была счастлива, когда ее звали хотя бы в эпизоды. Как скоро вы сможете устроить эту самую проверку? Мухтар ужасно линяет, и в квартире от него кошмарный грязь. Готова была предстать на экране со страшным гримом. Грязной и некрасивой. Лишь бы зритель и другие режиссеры поняли, она настоящая драматическая актриса. Наверное, поэтому я и не нашла. А вы что искали? Счастье. Но отзывы критиков и журналистов на ее работу были безжалостными. Ларионовой было больно. Сколько вышло статей, она вообще со слезами их читала. Это зачем она ползает там своими габаритами на крупном плане в галифе и так далее. Чтобы заработать, Ларионова и Рыбников колесили по всей стране с концертами, которые назывались «Товарищ кино». Конечно, самый большой успех всегда был у Рыбникова. В глубинке его обожали. Только первые аккорды. И кончегары мы не планы. Все, зал уже аплодировал, женщины уже визжали. И когда, действительно, когда он заканчивал номер, ему несли, вот он больше получал, чем Ладыгина, чем Смирнова, чем та же Алла. Он больше всех получал цветов. Но все букеты он всегда отдавал любимой супруге. И от депрессии его спасало только то, что он обожал Аллу. Но всю свою жизнь Николай Рыбников испытывал постоянную ревность и подозревал жену в изменах. Особо переживал, когда она уезжала на съемки. Ларионовой льстило внимание мужчин, особенно если они были красивы и знамениты. И короткий роман она большим грехом не считала. Мы поужинали, поднялись в номер, посидели. Она достала еще коньячок, мы выпили. Я говорю, я пошел. Она говорит, куда? Чего тебе идти? Отдыхай. А Рыбников чувствовал и понимал, что Ларионовой вскружил голову очередной поклонник и устраивал страшные скандалы. В 70-е слепая любовь актера прошла, и в приступе ярости он мог жену ударить. Алла звонит ночью и говорит, он опять меня бьет. Я представляю, как же такую красоту можно бить? Понимаете, это расчеты по тем векселям, которые она набрала в результате, как хочется кому-то прислониться. Несмотря на скандалы с рукоприкладством, Алла продолжала сидеть с подругами в ресторане «Дом и кино» и нередко возвращалась домой под утро. Однажды Юрий Гагарин то ли в шутку, то ли всерьез предложил Рыбникову отдать ему жену и едва не схлопотала плеуху. Ходили за ней по пятам. Конечно, он ревновал, да, она и Гагарину ревновала. Я, наверное, люблю вас, Мазар. В 71-м они вместе снялись в фильме «Седьмое небо». Верили в успех, но картина в прокате провалилась. А дальше случилось страшное. Ларионова поехала вместе с другом семьи Георгием Юматовым укрыть на зиму цветы на даче. Он был не трезв, страшно любил скорость, не справился с управлением и врезался в столб. И у нее очень сильно лицо пострадало. То есть ей делали несколько операций пластических. Медицина тогда была отсталая. Зашили раны грубо. И лицо актрисы стало совершенно другим. Над губой теперь был грубый шрам. Она понимала, что она уже никогда не будет той Ларионовой, той звездой, которая была. Всегда вот так на губу показывала и Юматов говорю, это ты меня сделала, что я перестала быть актрисой. Но ей по-прежнему хотелось внимания мужчин, комплиментов, флирта. Алла следила за собой. Бесконечно делала себе маски лица. Сидела на диетах, наряжалась. У нее были тонкие волосы. И чтобы выглядеть безупречно, Ларионова купила парик, который не снимала до последних дней жизни. Тогда были парики в большой моде. И поэтому все, кому надо и не надо, все покупали парики. И длинные, и короткие, и такие-сякие. Однажды в самолете актрисе стало плохо с сердцем. Сказались долгие гастроли. Она страшно устала. И там все валидол, нитроглицерин там, освободили ряд, она там легла. И мы все были перепуганы. Коллеги перепугались. Предложили Алле снять парик, чтобы ей не было душно. Но она категорически отказалась. Конечно, умирать буду не расстануть. Она правильно сказала. И в гробу она лежала в любимом парике с волосами пепельного цвета. И очень красивом концертном наряде. Да, любимый у нее пиджак был, такой с золотистого цвета. Всем распоряжалась ее старшая дочь, Алена, которая выглядела просто убитой горем. Смерть матери была внезапной. А вот младшая дочь Ларионовой проститься с ней не пришла. Парижка, я сама забухала немножко. Ее не было на поклонах. Арина родилась через 4 года после Алены. И Рыбников не делал различий между родным и приемным ребенком. Я посмотрел фотографии. Он везде такой... Он обнимал с такой любовью, нежностью своих дочечек. Но растила девочек бабушка. А родители все время были в отъезде. То съемки, то концерты. Даже зашло до того, что, увидев там Никита Сергеевича Хрущева, там, о, папа, что, в общем-то, потрясло всех. И потом, чтобы такого больше не происходило, поставили на видное место, значит, фотографию Рыбникова. Бабушка на первое место ставила питание Алены и Арины. Учеба ее волновало гораздо меньше. Она готовила все это самое, чтобы они как можно больше покушали. Вот. И поэтому они такие были очень упитанные. Вернувшись из киноэкспедиции, звездные родители расстраивались, что в дневниках у дочек много двоек. Старшая Алена еле закончила школу. Атестат получить помогла ей мама. Дала в школе концерт. Потом Ларионова решила устроить Алену вовгик. И она, значит, Алене сказала, что выучи хоть басню и пойдем. Говорит, ты представляешь, она даже не могла выучить эту басню. Дальше Алена пошла работать на телецентр. А потом стала режиссером-монтажером на программе «Время». А вот Арина не хотела учиться и работать. Стала пить. И родители видели, что дочка катится в пропасть. Аришу все время окружали какие-то мутные люди. Постоянные пьянки, гулянки. Арина иногда совершала уже странные поступки, окружив себя вот такими вот темными личностями. Брак Рыбниковой и Ларионовой казался со стороны образцовым. Хотя близкие друзья понимали, любит только он. Это вот стрелять, бить, колотить, вешаться, что угодно делать, чтобы только ей служить и быть. Вот это один темпоритм. А она позволяла. Она позволила себя любить. Ларионова была для него богиней, которая не должна стоять у плиты или шуметь пылесосом. Она была как королева просто. Иногда даже она говорила, что я вообще не приспособлена даже в магазин пойти. Я не знаю даже, что сколько стоит. И Рыбников не стеснялся того, что превратился в домохозяйку. Стирал, гладил, мыл полы и бесконечно готовил. А какие он помидоры засаливал, это фантастика. Это я вам скажу правду. Но Ларионова могла при гостях нахамить супругу и устроить некрасивую сцену, как правило, из-за того, что он много пьет. Поставь ринку. Не смей пить. Дожрешься опять, чтобы уж дома бегать, опохмелиться утром. Поставь ринку. Почти все герои Рыбникова умели и любили заложить заворотник. Так повелось еще с 54-го года. Играл он простых мужиков. Ну как тут без водки и пива? А когда его снимать перестали, Рыбников уже запил по-черному. Когда была такая слава, и когда тебя начинают забывать и относятся к тебе уже просто, как весна на Заречной улице, то наступает страшная обида на судьбу, на жизнь. И он стал в итоге несчастным алкоголиком, с которым все время происходили неприятные истории. Ларионова его в такие моменты просто презирала. Однажды Рыбников уехал в киноэкспедицию. И несколько дней не звонил сам и не отвечал на звонки Аллы. Она прилетела к нему и испытала настоящий ужас. Открыла дверь. А он лежит у двери, на коврике. Мертвецкий спит и безумно пахнет водкой. А заливать в себя водку Рыбникову было совсем нельзя. Он страдал от гипертонии и пьянка была просто самоубийством. Я говорю, Коль, вот у тебя лицо красное, говорит, Витя, у меня скачет давление так, что я не представляю. И самое страшное, что его собутыльницей часто была и прекрасная супруга. Я столкнулся с Аллой и с Николаем Рыбниковым на фестивале в Армении. Колью Рыбникова в автобус внесли на руках. И Алла тоже была сильно выпившим. На сей день я стучал два часа в их номер. Они трое суток не выходили из номера. Выступление было сорвано. Ни Алла, ни Коля из номера выйти не смогли. У меня не совсем обычный просьб к вам. Я баллотируюсь на выборах в пролетарском районе. В фильме Гайдая Рыбников блеснул в крошечной роли на злобу дня. Депутат поручает детективам нарыть на конкурента компромат, а ему предлагают замочить того, кто встал на пути. За расчлененку будет наценка. За что? За расчлененку. И потом Рыбникова утвердили на главную роль в новом российско-американском проекте. И он был счастлив. Он стал изучить роль на английском языке. Он похудел. То есть вот он был настолько вдохновлен вот этой ролью. И вдруг фильм отменяют. Это был удар под дых. Из-за нервного напряжения и обиды у Рыбникова случился инсульт. Ходил в темных очках. С палочкой он ходил. Так уже медленно двигался. Но все равно он в концерте выходил. Я не мог не приехать сегодня к вам. Открывайте зонты. Это ладно. Даже будет прекрасно. Когда в стране началась перестройка, Рыбников и Ларионова просто упали на дно. Превратились в издерганных, нищих людей, которые беспрерывно скандалят друг с другом и не знают, как выжить. Коля Рыбников собирал бутылки в сквере, сдавал и какие-то деньги выручал. Рыбников умер 22 октября 90-го года. Случился сердечный приступ. Актеру было всего 59 лет. Ларионова осталась одна. Москва, 25 октября 1990 года. Пришедшие помянуть Николая Рыбникова закусывали засоленными им помидорами. А Ларионова была в прострации. Что теперь делать? Пенсия была унизительной. Концерты предлагали редко. Унизительные концерты. Работали концерты. Им не платили деньги. Им за еду. В какой-нибудь колхоз. Мы вам мешок картошки, мешок моркови, мешок еды, а вы нам концерты. Она была счастлива, если подруга угощала ее магазинными котлетами. Ей нечем было платить за квартиру. Они пришли с Орешей. Они наесться не могли. Ой, Светлана, еще, еще. Я говорю, ты понимаешь, я не представляю, как мы будем жить. Старшая дочь Алена вышла замуж и покинула родительскую квартиру. А Арина осталась с матерью. Однажды Ларионова вернулась домой и увидела, что квартира перевернута вверх дном. Пропали все драгоценности. Милиция быстро поняла, что воров навела Арина, которая была с ними в доле. И Ларионова отказалась возбуждать уголовное дело. Для нее это было просто, это была боль дикой для... Она, конечно, Ариша помогла маме уйти из жизни. Ларионова пыталась лечить свою дочь от алкоголизма. Но все было бесполезно. Казалось, что Арина выбрала водку как орудие самоубийства. И к врачам ее, и укладывали ее, и так, и сяк. Очень много было всего. У нее все время какие-то друзья были, пропойцы. Пьяные друзья Арины могли ворваться в дом в любое время суток. И для них Ларионова была не звездой кино, а какой-то теткой, которая мешает веселиться. Она много курила на нервной почве, она переживала за эту дочь, она не знала, как справиться с ситуацией. У Ларионовой часто болело сердце. Приезжала скорая, но от госпитализации она отказывалась. Боялась оставлять непутевую дочку одну. А та продолжала испытывать мать на прочность. Они разменяли квартиру. Очень хороший у нее был размен, близко друг к другу, потому что жить вдвоем было уже невыносимо. В новом жилье Арина завела себе гражданского мужа, такого же алкоголика, потерявшего человеческий облик. Я видела ее, этого мужа последнего. Это было ужасно. Это какие-то бомжи просто были. Они были очень неприглядные люди. Ларионовой приходилось содержать безработную дочь и ее сожителя. Она моталась по концертам в провинции, и у нее все чаще болело сердце. Я бодро-резво поднимаюсь, оглядываюсь, Алла стоит внизу. Я говорю, Алла, ты чего стоишь? Почему ты не поднимаешься? Она говорит, Алла, я задыхаюсь. Я не могу. Вячеслав Шалевич пригласил ее в антрепризный спектакль «Коварство, деньги и любовь». И Ларионова была просто счастлива. У нее появились деньги. Платил там что-то такое, 100 долларов за спектакль, но для нее это было большое подспорье, понимаете? Истра, 22 апреля 2000 года. Во время творческого вечера ей стало плохо. И ее отправили в дешевый номер местной гостиницы. вызвали скорую. Что происходит, было непонятно. Она сказала, что она отравилась. Что она что-то съела не то, не так, что ее все время тошнит. Ей предлагали остаться. Ехать в Москву в таком состоянии было очень опасно, но она отказалась. И когда потом было вскрытие, то оказалось, что, конечно, никакое не отравление, это сердце. Что она с инфарктом играла в спектакль, с инфарктом она ехала оттуда. Москва, 28 апреля 2000 года. На прощании с Ларионовой про Арину никто не спрашивал. Щадили чувства ее старшей сестры, которой было стыдно, что Арина опять запила и проститься с мамой не пришла. Было очень много белых роз. Ларионова их очень любила. А Тону Мордюковой принес цветы певец Юлиан. Они с Ноной договорились, что они друг к другу никогда не придут на похороны. Вот кто умрешь, ты первый или я, мы, чтобы мы друг друга в гробу не видели. Похоронили Аллу Ларионову на Троекуровском кладбище рядом с мужем Николаем Рыбниковым. Когда начали опускать, ну мы все плакали, и все это невозможно. Потому что такую красоту и куда-то туда, это чудовищно. Арина умерла через 4 года. В ее квартире, как обычно, гудели собутыльники, которые целые сутки не замечали, что хозяйка дома уже мертва. Они потом говорят, мы думали, она заснула. Они рядом сидят и думали, что она заснула, а она умерла. Урну с прахом Арины захоронили напротив могилы знаменитых родителей. Получается так, что все вместе, весь комплекс, он получился таким, что фотография Николая Николаевича как бы обращена в сторону Алла Дмитриевна, Алла Дмитриевна, поворот головы имеет в сторону памятника Николая Николаевича. Они были самой красивой кинопарой Советского Союза и самой несчастной. И она говорила, что моя вина перед Колей Ветерином его уже не было в живых рыбниковах. Моя вина перед Колей вечная, потому что я прожила с ним жизнь, я была хорошей женой, но я его никогда не любила. И он, конечно, это всегда понимал.